На чем сосредоточимся мы, это выполнение майских указов президента по повышению заработной платы работников бюджетной сферы. Мы выполняем те плановые задания по повышению заработной платы учителей, врачей, воспитателей детских и дошкольных учреждений, преподавателей дополнительного образования, работников культуры и других отраслей. Поэтому и на следующий год мы запланировали на 6 миллиардов больше средств, которые пойдут на повышение заработной платы бюджетникам. Было в этом году направлено 11,6 миллиарда, в 2015 году 17,6 миллиарда. То есть средства есть и, соответственно, задачи будут выполнены. Далее это обеспечение детей местами в детских и дошкольных учреждениях. На эти цели мы запланировали 1,8 миллиарда, что позволит ввести 9,8 тысяч мест в детских и дошкольных учреждениях. И дополнительное финансирование из федерального бюджета позволит увеличить эту цифру до 14 тысяч мест. То есть также мы эту глобальную задачу будем решать. Развитие экономики. На экономику мы должны затратить, предусмотрели 25 миллиардов рублей. На сельское хозяйство здесь 4,5 миллиарда, в том числе 287 миллионов. Это на субсидии для поддержки малого бизнеса, прежде всего в агропромышленном комплексе. И вот совсем недавно правительство приняло решение выделить 200 миллиардов из федерального бюджета на поддержку АПК. И там без каких-то особых условий, то есть будет целевой характер, без софинансирования из регионального бюджета. И, соответственно, мы надеемся, что это будет в районе 4-5 миллиардов рублей. То есть поддержка сельского хозяйства в этом следующем году, в 2015-м, будет серьезная. Всего у нас социальную поддержку получают почти 2 миллиона кубанцев. На социальную сферу непосредственно мы заложили 36,8 миллиарда рублей. И, конечно же, это позволят все обязательства перед малоимущими, многодетными семьями, перед матерями-одиночками. Там материнский капитал 105,5 тысячи рублей на каждого третьего и последующих деток, родившихся. Мы также заложили эти средства. Но хотел бы заверить, что все обязательства администрации края и законодательного собрания края перед жителями Кубани будут, безусловно, выполнены. Продолжение следует...